События отчествования столичных строителей до ярмарки выходного дня. Далее рубрика «События коротко», где всего за несколько минут мы расскажем о других самых заметных новостях республики. Ордена, медали, почетные грамоты и благодарственные письма в канун профессионального праздника вручили историчным строителям. Всего 16 человек. Коллективы сами представляли достойных. К слову, награждают отличившихся строителей ежегодно. В Бендерах из огня спасли пожилую женщину. Самостоятельно выбраться из горящей квартиры она не смогла. Спасателям пришлось выбивать запертую изнутри железную дверь. Они нашли пенсионерку в едком дыму. Как оказалось, в квартире горел балкон. Причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении. Услышали шум воды, вызвали аварийку. Аварийка приехала минут через 10 после звонка, перекрыла воду и уехала. Сегодня с утра приехала бригада по устранению ситуации. Столичные жители дома 36 по улице 1 мая на два дня остались без холодной воды. Причина аварии – неисправность водопровода. Как оказалось, дом изначально был сдан с большими погрешностями. Ремонт участка не сложен. Вот только загвоздкой стала несогласованность действий между фирмой-застройщиком и коммунальными службами. Для того, чтобы в жаркую погоду люди не остались без воды, сотрудники водоканала нашли временное решение проблемы. Капитальный ремонт произведут позже, когда найдут хозяина участка. Ярмарка выходного дня в столице и не только. Уже завтра с 7 утра свою продукцию представят десятки сельхозпроизводителей. В Тирасполе ярмарка пройдет на столичном бульваре Гагарина. В Бендерах микрорайон Нехамутяновка у магазина «Салют», а в Дубасарах – на площади защитников.